Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие зрители. Мы продолжаем нашу добрую многолетнюю традицию, создавая психологические реабилитационные технологии для людей, болеющих онкологическим заболеванием. И этот год мы посвятили исследованию нарушения функционирования семьи онкологического пациента. Необходимо обратить ваше внимание на тот факт, что психологическое состояние человека зависит не только от постановки онкологического диагноза, от усталости прохождения основного лечения, от интоксикации лечения, но также на состояние оказывают влияние две системы. Одна система медицинская, сложная система, в которую попадает человек. И вторая система – это семейная, которая может помогать человеку проходить лечение, а также может оказывать зримое или незримое давление. И сейчас на конкретном примере клиническом я постараюсь объяснить. Давайте познакомимся с семьей. К нам в психологическую службу в феврале обратилась супружеская пара. И целью изучения семьи является установление актуальных нервно-психических состояний и коммуникативных особенностей супругов. И полученные данные позволят нам увидеть деструктивные механизмы нарушения функционирования семейной системы и увидеть пути коррекции. Итак, давайте познакомимся с семьей. Муж, который является инициатором обращения к психологу, ему 37 лет, образование высшее, руководитель предприятия. Жена – это наша пациентка, 41 год, образование высшее, домохозяйка, с диагнозом в 16-м году злокачественное меланома туловища и с метасозированием в 18-м и 19-м году. У обоих супругов это первый брак длительностью 16 лет. Родительская семья супруга – мать, сестра, племянник, отец умер от онкологии в 10-м году. Родительская семья супруги – отец, мать. Родительские семьи живут отдельно, но принимают активное участие в семье супругов, из-за чего происходят иногда разногласия. Итак, жалобы супруга. Супруг нам говорил о том, что он не знает, как справляться с приступами страха, возникающими в результате онкологического заболевания жены. Во время исследования ПЭД-КТ страх усиливается. Супруга в это время замыкается в себе, отстраняется и не желает открыто общаться. У него возникает чувство отчаяния, вины, которое является невыносимым. И он начинает добиваться какой-то информации от супруги с помощью своего упорства, настойчивости, повышения голоса. При этом супруга еще больше отстраняется. Когда мы слушали жену, то она нам говорила про то, что болезнь для меня является катастрофой. Думаю о ней как о серьезной проблеме, как приговор. Муж, кстати, она сказала, что не придает особого значения. Подобных проблем у других членов семьи нет. Мои близкие со мной не считаются, нарушают мои границы. Иногда возникает чувство одиночества. Я полностью слежу за хозяйством детьми. Время на свои собственные интересы не остается. Муж согласовывает со свекровью наши семейные планы, не ставя меня в известность. Эти обстоятельства еще больше цементируют представление о себе, как о ненужной. Супруг не терпим к старшему сыну, может его ударить. А мы с сыном так похожи. Я сама тоже кричу на детей. Так не должно быть. И не хочу думать о болезни. Хочется заниматься своей собственной жизнью, иметь возможность реализовывать свои интересы. Например, по профессии шевья, например, шить одежду. Во время беседы мы пришли к согласию о том, что в семье отсутствует либо утрачен механизм узнавания эмоциональных состояний и желаний друг друга, безопасный механизм прояснения отношений и сообщений желаний и потребностей. А вместо этого взаимные претензии умалчиваются, накапливаются и предъявляются в конфликтной форме. Все это отражается на воспитании детей. При этом супруги указывают, что семья начала испытывать кризис в 2016 году, когда жене был поставлен онкологический диагноз. Исследование актуального психологического состояния супругов мы начали с симптоматического опросника СЦЛ-90. Эта методика позволяет нам оценить психологический статус супругов. Межличностные взаимоотношения мы исследовали с помощью методики Лирии, которая хорошо показывает преобладающий тип отношения к людям. И также взяли в работу методика генограммы, которая позволяет нам увидеть паттерны взаимоотношений, переходящие с поколения в поколение. И может содержать, например, такую информацию, как в родительской семье переживались кризисы, взаимной симпатии, антипатии, то есть распознать деструктивные паттерны, перенесенные в собственную семью. И так как данный метод является не только диагностическим, а и психотерапевтическим, семье было предложено объединиться и самостоятельно составить генограмму, расширить представление друг о друге. Перед этим мы дали инструкцию. Что мы в результате получили? Супруг интерпретирует болезнь жены как собственное неправильное поведение, и чем больше супруга замыкается в себе, тем интенсивнее проявляется чувство вины, которое он стремится снизить привычным ему способом, проявляя враждебность и бескомпромиссность, о чем нам одновременно говорят шкалы методик СЦЛ-90 и Лири, таблица номер один и номер два. Ярко выраженный дефицит такого стиля поведения, как покровительствующий, то есть низкая чувствительность и деликатность доверия к другим людям. И обращает на себя внимание тот факт, это в таблице номер один, последняя строка, что данные проявления не сильно беспокоят и не вызывают у него дистресс, потому что уровень дистресса равен нормативным показателям. При составлении генограммы муж говорил про то, что наблюдая в родительской семье, как мать подавляла отца, у него возникла идея про то, что в своей семье он будет лидером, а это значит подавлять домочадцев. И необходимо обратить внимание, что он говорил, данный тип поведения вышел за границы семейных и также присутствует и в профессиональной жизни. Супруга, встречаясь с враждебностью мужа, формирует о себе понимание, как о ненужной, тем самым увеличивает и без того тревожно-депрессивное состояние, связанное с основным лечением. И если мы обратим внимание на таблицу номер 3, то увидим, что актуальное психическое состояние пациентки на момент обращения характеризуется наличием невротических симптомов тревожно-депрессивного ряда. Это буквально крик о помощи. Эти проявления сильно беспокоят нашу пациентку, уровень дистресса превышает нормативные показатели в два раза. Все накопленные состояния, конечно же, отражаются на межличностных взаимоотношениях. И в таблице номер 4 мы можем увидеть, что в основном пациентка использует скептический и покорный стиль общения, занимает недоверчивую и пассивную позицию, то есть стремится уступать, выполняя чужие поручения, не формулируя свое мнение и излишне критикую себя. В психологическом консультированном семье мы не использовали психологические интервенции, которые могли бы привести семью к повышению психоэмоционального напряжения между супругами, актуализировать тревожные состояния, такие как, например, конфронтация. Данный метод в основном хорошо используется при работе с невротическими семьями. Наша задача была следующая. Мы хотели найти и помочь семье увидеть деструктивные семейные паттерны, через которые формируются отношения, деформируются отношения, заменить их на функциональные, обучить семью, то есть сформировать навык самостоятельно, без психолога, использовать функционально работающие на улучшение семейных отношений способы реагирования, особенно в критических ситуациях. Что мы делали? Во-первых, с семьей были установлены партнерские взаимоотношения. Мы не говорили о том, что я психолог, семья больной пациент. Это были партнерские отношения. Семья была включена в исследовательский состав, то есть супруги являлись полноправными экспертами своей семьи. Мы вели совместный клинический разбор, где у нас появлялась возможность на их собственных примерах объяснить, где деструкции особенно застревают, как они выглядят и что с этим делать. В дальнейшем совместно обрабатывали новые паттерны семейного поведения. Например, просили по очереди высказываться, слушать и пересказывать услышанную информацию друг от друга, формируя навык фокусирования не на претензиях, а на том, чтобы слышать потребность и боль другого человека, в том числе детей. Мы обсуждали результаты экспериментально-психологического исследования, и супруги увидели объективные причины нарастания конфликтности в семье, что позволило сместить фокус внимания от взаимных претензий к пониманию объективных причин происходящего. Мы тщательно исследовали функции семьи, четыре из которых были нарушены. Первичный социальный контроль, духовно-культурное общение, воспитательная функция и сексуально-эротическая функция. Всего их семь. С помощью прямых вопросов помогли расширить знания о недосказанных переживаниях супругов, которые они хранили много лет, и открыто о них не говорили. Про те заколенелые обиды. Разобрали вопросы власти, воспитания в семье и семейные границы при взаимодействии с родительскими семьями. После терапии мы получили следующие результаты. Мы увидели, что снизился уровень абсивно-компульсивной симптоматики до нормативных показателей у супруга. То есть навязчивые опасения по поводу болезни жены снизились. Показатели шкалы враждебности тоже снизились. Это говорит о том, что купировались эффективные состояния злости супруга. И индекс интенсивности переживаемого стресса еще снизился. То есть улучшился общее психоэмоциональное состояние на момент обследования. Актуальное психологическое состояние супруги после терапии существенно изменилось, что нас очень порадовало. Снизились показатели тревожно-депрессивного ряда, что может указывать на возникновение интереса к жизни, наличие мотивации и жизненной энергии. Показатель дистресса у супруги пришел в нормативное значение. В межличностных отношениях супруга шкала властно-лидирующего экоцентричного типа сохраняет свои высокие показатели. При этом показатель покровительствующего типа повысился до трех баллов. А это говорит о возникновении супруга готовности, компромиссу, добросердечности и доверия. В межличностных отношениях супруги шкала скептического типа пришла в диапазон нормы. Показатель покорного типа говорит о усовершенствовании уравновешивания между подчиненной и доминантной позицией. То есть коммуникативное поведение стало более разнообразным. И это говорит о том, что система пациентки стала более адаптивной. Из всего можно сделать вывод, что таким образом мы видим положительную динамику изменения у обоих супругов как в актуальном психологическом состоянии, так и в стиле межличностных коммуникаций. Можно предположить, что за счет расширения стиля коммуникаций в семье, в семейной системе межличностных отношений супругов, понимания особенностей друг друга, в семье появилась возможность видеть, замечать и своевременно реагировать на взаимные потребности. За счет этого увеличилось доверие и поддержка в отношениях, что позволило супруге сформировать независимые тенденции. Она, кстати, на данный момент времени трудоустроилась. Как следствие, произошла стабилизация психоэмоционального состояния супруга. У меня все. Спасибо за внимание.